Украина подписала политическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Свои подписи под этим документом поставили президент Совета ЕС Херман Ван Ромпой, президент Еврокомиссии Жизе Мануэль Борозу, главы всех стран ЕС и украинский премьер Арсений Яценюк. Как это было, наш материал из Брюсселя. Это должен был быть дежурный саммит глав ЕС, посвященный вопросам лидерства, конкуренции и энергетики. Но Украина не сходит с уст европейских политиков. Документ готовили в срочном порядке. Подписана политическая часть договора об ассоциации. Документ предусматривает, среди прочего, создание двух органов управления – Совета и Парламентского комитета ассоциации. Это значит, что теперь будет проще координировать совместные действия. Еще один пункт – это общая политика Евросоюза и Украины в вопросах безопасности и обороны. Чтобы украинцы слышали, что жизнь изменится на лучшее. Что в Украине будут независимые суды, что в Украине будет подолана коррупция, что в Украине появятся рабочие места. И я осведомлю, что в сегодняшних экономических и политических условиях нам нужно сейчас берегти страну. И именно поэтому я не обещаю украшения ни сегодня, ни завтра. Но мы знаем, что благодаря этой угодке, после завтра у нас будет европейское будущее. Следующий шаг – это подписание экономической части договора. Предположительно, это произойдет уже после президентских выборов в Украине. Мы надеемся на подписание всего документа. И посовещались накануне с лидерами стран. Решили, что это надо сделать не позднее, чем в июле. Уже на следующей неделе в Киев прилетает Штефан Фюля, комиссар по вопросам расширения и добрососедства ЕС. Для того, чтобы разработать механизмы, необходимые для успешного завершения европейского экономического проекта, а также упрощения визового режима. С моими коллегами на следующей неделе мы приедем в Украину и сфокусируемся на том, чтобы украинские власти воплотили в жизнь несколько шагов, которые продвинут визовую либерализацию. Чтобы украинцы свободно передвигались по Европе. Руководство Европейского Союза после подписания откроет свой рынок для украинской продукции, сняв 98% пошлин, какими раньше облагались наши товары. София Грденко, Василий Тружковский. Новости, телеканал Интер, Брюссель. Новости, телеканал Интер, Брюссель.